Здорово, бандиты! Вот у нас тут самый главный бандит. Он будет рассказывать про новую штуку К4. Ну что, поехали? Итак, поехали по фишкам. Первое, возможность снять рамку прямо вместе с зафиксированным ножом, сунуть ее под микроскоп, убедиться, что точить мы нифига не умеем. Потом поняли, что надо скорректировать, обратно вернули рамку на место. У нас все углы уже выставлены, зафиксировались. Если захотели, мы можем эту гайку протянуть. Если мы не уверены, что мы нормально можем ручками затянуть до конца. Для этого мы можем использовать Г-образный шестигранник, либо любую подходящую приспособность. Решите вопрос про аукционы. А угол не изменится, если мы будем постоянно его... Если мы будем что-то насиловать изо всех сил, то износить его, естественно, можно. Нужно ли это делать постоянно? А для чего? В общем, иногда можно сделать и ничего не изменится. Естественно. Дальше. У нас новый поворотный механизм. Через окошко мы прекрасно видим, как у нас работает поворотник. То есть, если у вас закрались какие-то подозрения, что у нас разнесло подшипник, либо конус, в который он садится, мы можем ничего не разбирая, просто посмотреть, что по большому-то счету у нас все на данный момент в порядке. Все работает и плавно, и так, как задумал разработчик. Далее. Здесь мы регулируем усилия фиксации при перевороте. У нас есть возможность затянуть данный винт до конца. Как только мы его затянули до конца, мы можем разместить какой-нибудь длинномерный длинномер, который у нас люфтить вообще никак не будет. Потому что повернуть мы уже это не сможем. Давайте проверим люфты, а то все там пишут комментарии, кидают тапками своих по первому дивану. Все четко, я не знаю, есть какие-то супер микро, то это жесткая обдирка, но на обдирке, я думаю, это не фетично. Смотри, мы тестировали конкретно прототип с Рогинии с К-03. И по результатам теста мы получили следующее. В 2,4 раза у нас конструкция более жесткая, чем К-03. Для жестких мужиков. То есть нам необходимо в 2,4 раза больше усилия для того, чтобы создать отклонение на этой рамке с зажимом, чем на К-03. Так, пришла конструктор и закрутила все до конца. А тут же можно еще раз повторить? Извините, у нас ограничено время. Дальше у нас новый реечный подъемник, где мы уже не крутим маленькие винтики для фиксации. Мы можем грубо выставить угол на этом. Далее мы можем расфиксировать рейку, выставить градусы десятки здесь. Когда мы закончили заточку, мы, расфиксировав микроподачу, ориентируемся просто на щелчки. Каждый щелчок это сотка. И чуть приподнять угол для того, чтобы гарантированно снять заусенец. Так, подождите. Я сказал расфиксировать. Ну, щелчки есть, чувствую, но хочется, кажется, более информативные. Можно сделать жестче. Ну, это пока, то есть, как бы, прототип, правильно? Естественно. Он все будет дорабатываться. Да, щелчки есть, но они такие у нас вяленькие, я бы сказал. Очень полезная функция, на самом деле. На финише, чтобы с ней изусениться, она очень нужна. Далее, у нас был запрос на то, чтобы облегчить восьмую штангу, поскольку восьмая у нас всяко тяжелее, чем шестая. Теперь мы можем нехитрыми манипуляциями просто снять угломер и на этом длинном плече уменьшить нагрузку на абразивус. Если кому-то нравится точить вместе с угломером, мы его можем жестко зафиксировать, и при работе он у нас никуда не свалится. Вот. Ну, и выглядит он тоже прикольно, на самом деле, потому что, с равно, у меня должна быть красивой, она должна быть не только красивой, но и удобной, потому что за эту стойку мы можем удобно взяться. Далее, у нас более жестко фиксируется основание на столе за счет того, что у нас стали шире и тоньше прокладки конкретно в основании. Фиксация здесь у нас на три точки, то есть при длительной работе у нас никуда не гуляет вся конструкция, ни вперед, ни назад, ни вбок. Самый главный вопрос, какая стоимость будет и комплектация? Про комплектацию это можно будет говорить, как только запустим серию. Что касается стоимости, будет дороже, чем К-03, но не на порядке, потому что устройство стало сложнее. До 50. От? От 50. До бесконечности. От 50 до любых цифр, за которые... Понятно. И что там будут за такие деньги? Вот когда запустится устройство серии. Новый зажим будет? В смысле? Ну вот такие... В базовой комплектации изначально предполагается, что будут. И новый, ну это помер. Ну не новый. Я не буду говорить того, чего я не знаю. Ну все ясно. 5,3? Ну что, то есть мне в принципе все понравилось. Единственное, есть, конечно, всякие такие быстрее моменты, но они будут дорабатываться, это прототип, естественно. Поэтому пожелаем вам удачи. Надеюсь, скоро увидим уже окончательный вариант. Обязательно, если у вас нет? Да, всего доброго. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова